Дезинтерию вылечить деньгами Дезинтерию вылечить деньгами пострадавшим в детских садах обещаны компенсации 1. Коммерсант от 21 февраля 2019 года, 22.59 В пятницу появилась информация о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту массового заражения московских дошкольников в декабре 2018 года дезинтерии через детсадовское питание Твердый знак об этом сообщила мат пострадавшего ребенка В СКР информацию не подтвердили, но и не опровергли Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дезинтерией в московских детских садах полностью нормализована А мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с первого дня держит ситуацию под контролем Вечером в компании «Конкорд» поставщик питания заявили, что готовы начать выплаты компенсации пострадавшим В четверг в общественной палате ОП Москвы состоялась встреча с родителями заразившихся в декабре прошлого года дезинтерией дошкольников и представителями распотребнадзора и компании поставщиков продуктов питания в детские сады Столичное управление распотребнадзора, напомним, подтвердило факт массового инфицирования в детсадах на юго-востоке Москвы в феврале 2019 года По данным чиновников, 127 дошкольников в семи учреждениях заболели дезинтерией Питание в детсады юго-востока Москвы поставляет компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина Причиной вспышки мог стать инфицированный творог с завода в Липецкой области Чиновники не называли предприятие, но в СМИ упоминали о проверках на заводе Чеплэйгин Молоко Я отец ребенка из сада номер 1547, мне только 14 января 2019 года, твердый знак, удалось увидеться с руководителями сада Которые сказали, что все в порядке, хотя 29 детей были заражены дезинтерией в нашем саду При этом сад не был закрыт, эмоционально рассказал ВОП Максим Егоров Ребенка вызывали по телефону в сад срочно со справкой, что он здоров Хотя он лежал дома с дезинтерией На скандал отреагировали представители российской власти Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в частности, что ситуация с дезинтерией в московских детсадах полностью нормализована Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с первого дня держит эту ситуацию под контролем Как двое родителей пострадавших от дезинтерии детей посетили комбинат «Конкорд» Накануне Совет при Президенте РФ по правам человека, СПЧ, обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование массового заражения детей В течение двух месяцев члены инициативной группы не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами, говорится в сообщении СПЧ В четверг вечером появилась информация, что по факту массового заражения детей дезинтерией Следственный комитет возбудил уголовное дело Это подтвердила твердый знак одна из родителей Екатерина Ковалева Она рассказала о звонке из СКР с просьбой в понедельник прибыть на допрос и предоставить медицинские данные и справки по всем заболевшим детям В Следственном комитете информацию о возбуждении уголовного дела твердый знак не подтвердили, но и не опровергли По данным источника твердый знак в правоохранительных органах Доследственная проверка по факту вспышки дезинтерии проводилась окружным управлением СКР Ее материалы были переданы в КСУ СКР по Москве По словам адвоката Павла Астахова, эпидемиологическое расследование провел Распотребнадзор Материалы расследования с выводами о причинах массового отравления передаются в Следственное управление СКРФ по региону По словам господина Астахова, следователи, исходя из этих данных и собственных мероприятий, допросов представителей администрации и сотрудников предприятия, поставщиков и т. д. устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, причинно-следственную связь между нарушением эпидрежима и тяжкими последствиями для здоровья После этого обычно и возбуждается уголовное дело Возможно возбуждение дела по ст. 236 УК за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, санкции до 1 года ограничения свободы, твердый знак, отмечает партнер юридического бюро за Москвой речи Дмитрий Шевченко Распотребнадзор проверил обстоятельства госпитализации 11 детей после пробы на туберкулез В пятницу пресс-служба Конкорда заявила, что компания проведет собственное расследование по факту заболевания детей дизентерии в ЮВАУ Целью проведения расследования там называют выявление обстоятельств отравления в некоторых детских садах города Москвы и выплату материальной помощи пострадавшим Размер компенсации представитель Конкорда Максим Бабичев твердый знак назвать затруднился В каждом случае будет индивидуальный подход, заметил он, будут оплачены лечения, лекарства и моральная компенсация Представитель компании пообещал, что в течение трех дней будет создана комиссия, которая решит вопрос с выплатами Ксения Миронова, Валерия Мишина, Александр Воронов, Кристина Буровникова Ксения Мишина, Александр Воронов, Кристина Буровникова